Дайвинг без границ Вы думаете, мы вам будем сейчас рассказывать о том, какие страшные акулы обитают в Красном море? Вы не угадали. Чтобы вас укусила акула, вам надо, я не знаю, каких усилий приложить, вам должно так повезти, чтобы вы просто увидели акулу, что это просто за пределами вероятности. Здесь рекомендация очень простая. Не плавайте на закате и на рассвете и старайтесь не отплывать далеко от рифа. Следующая страшилка от знатоков Красного моря, которую мы часто слышим, это то, что вас может выкусать мурена. Ребята, если вы загоните мурену в угол, где она от вас не может спрятаться, и будете насильно пихать ей свои руки в пасть, тогда да, она вас укусит. Но если вы любитель такого поведения, боюсь, что наше видео вам уже не поможет. Еще одна фейковая страшилка – это нападение гигантской барракуды. Ребят, гигантские барракуды в основном водятся в открытом море. Вам там не плавать. Ну а теперь поговорим о реальных опасностях Красного моря. Как известно, страшнее человека зверя нет. Поэтому самая главная опасность для тех, кто плавает до рифов, представляют капитаны кораблей, прогулочных лодок и лодок с прозрачным дном. Поэтому внимательно следите за приближающимися кораблями и старайтесь не заныривать в этих местах. А также никогда не плавайте между припаркованными лодками. Чаще всего купальщики получают травмы от соприкосновения с огненными кораллами. Эти кораллы очень распространены в Красном море. Они растут как и на мелкой воде, так и на стенках коралловых. Поэтому очень легко получить ожог. Ожог вы получаете из-за того, что коралл имеет в своем строении так называемые стекловидные тельца, они как реснички, такие маленькие иголочки, которые втыкаются и вызывают сильнейший ожог, который может потом заживать до двух-трех недель, а может даже и месяц. Поэтому, когда плаваете, будьте очень внимательны, чтобы случайно не задеть какой-нибудь коралл, либо чтобы вас не вынесло на него волной. Ну и смотрите при заходе в воду, чтобы не наступить на эти огненные кораллы, потому что они растут и на мелкой воде. Ну, собственно, любые кораллы могут быть опасны, не только огненные, а также губки и всевозможные другие актинии. Да, но большие сильные ожоги бывают в основном только от огненных кораллов. От других кораллов ожоги есть, но они значительно быстрее проходят. Но они не так опасны, скажем так. Они не так опасны. Следующие опасные морские обитатели – это морские ежи и морские звезды. Ну, колючки морских ежей, они даже днем торчат из лифа. Хоть ежи и ночные животные, но днем они как бы сидят в корале внутри, а колючки выступают наружу. На них очень легко наступить или задеть рукой. Колючки очень тяжело извлекаются и остаются в тканях вашего тела. Поэтому если укололись, ну, ничего страшного, то есть вы не умрете, ну, лучше обратиться к врачу, чтобы взлететь на колючки. Самим навряд ли получится, они просто будут разрушаться у вас. Следующие опасные обитатели Красного моря – это рыбы из семейства скорпеновых. Чаще всего вы можете встретить крылатку. Крылатки очень распространены на Красном море, ну, в принципе, и в других морях. И укол крылатки вызывает достаточно болезненные ощущения. Другие скорпеновые, которые вам могут попасться – это, собственно, сами скорпены. Да, рыба скорпена. И на них проще наступить, потому что их очень тяжело отличить от того же куска коралла. Но самый большой мастер маскировки – это рыба-камень. Я от скорпеновых очень токсичен. И если вам вдруг повезло встретиться с ним, первое место, куда вы должны бежать – это вовсе не доктор, а бар на пляже. Там заказываете дабл риски, выпиваете и забываете об этом. Дело в том, что органические яды разрушаются под действием высокой температуры. А также в баре вы всегда можете найти либо лимонную кислоту, либо лимон сам, либо уксус. Ну, что это поможет вам нейтрализовать яд. Да, но лимон и уксус пить не надо. То есть в горячую воду вы должны поместить руку или ногу, то место, которое вы укололи. И то же самое с уксусом или с лимоном. То есть сок лимона или уксус надо вылить на ранку. Держать не менее 10 минут. Ну, и на пятом месте – это скаты. В первую очередь пятнистый скат-хвостокол. На самом деле столкнуться со скатом вам навряд ли получится. То есть вы их можете увидеть плавающими, но прямого контакта у вас не будет. Вот единственное «но», когда скаты ложатся отдыхать, они могут лечь и закопаться в песок. Видны одни глаза. И вот здесь есть шанс на него наступить. Другой вид скатов, обитающих на Красном море – это электрические скаты. Эти вообще очень любят закапываться в песок и днем проводить время под песком. На поверхности тоже находятся одни глаза, которые просто невозможно различить. Вы также легко можете на них наступить и получить удар током. Ну и не вошедшие в наш рейтинг. На первом месте – это ракушка-конус. Ракушка очень красивая, лежит на дне, но его укол очень токсичен и может привести к летальному исходу. Поэтому, если вы видите какую-то красивую ракушку на дне, лучше ее не трогать. Это общее правило для всего в Красном море. Мы не трогаем ничего, то, что находится под водой. Еще одна интересная рыбка, которая может доставить вам неприятности – это триггер фиш. Но опасная она бывает только в период гнездования. Обычно это конец лета. И она охраняет столб воды, который находится над ее гнездом. Поэтому, если вы увидели под водой триггера, охраняющую свое гнездо, просто отплывайте от него в сторону. Зубы у нее острые, прокусывает он легко любой даже гидрокостюм. Итак, мы выяснили, что самое опасное существо в Красном море – это человек. Что под водой трогать ничего нельзя. И помните о том, что вред могут нанести не только морские обитатели вам, а также вы, экосистеме и рифу. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Ждем от вас комментариев, лайков, подписок. Ну и вопросов, о чем бы вы хотели узнать, о каких обитателях подводного мира. С вами был Дайвинг без границ. До встречи!